Здравствуйте, дорогие мои. Не обещаю сегодня говорить медленнее, но точно буду говорить тише, потому что посадил голос. Не скажу как, в этом нет ничего интригующего. Наверное, важнейшее, простейшее событие последних дней завершились сомнения Валерия Карпина относительно того, останется он в сборной России или нет. Об этом он привычно проинформировал всех через выпуск Коммент-шоу. Там было, правда, в два раза меньше ведущих, но тем не менее, я думаю, что есть своеобразная традиция. Коммент-шоу становится ведущей дискуссионной программой про российский футбол. Это футбольный клуб, в Европе возобновились футбольные чемпионаты после матчей сборных. И у друзей компании Фонбет, которая является моим партнером тоже, в общем, был совсем неплохой день. Реал победил 4-1, в ПСЖ первый гол в чемпионате Франции забил Месси. Милан, вот, правда, проиграл, но я надеюсь, что он утешится продолжением сотрудничества с Фонбет. Пришла неделя Лиги чемпионов, и на сайте Фонбет вы можете найти буквально миллионы вариантов самых разнообразных ставок. Приложение и сайт Фонбет ждут всех желающих. Подробности в закрепленном комментарии. Фонбет, официальный спонсор клубов Реал Мадрид, Милан и ПСЖ. Наверное, тот самый день, когда основные события происходили все-таки в Европе. Хайве возглавил Барселону, Солский, наконец, освободил от себя Манчестер Юнайтед, он сделал это эффектно, красиво, как порядочный человек, но, тем не менее, это, в общем, все больше и больше написано своеобразное проклятие. Как вы знаете, бывает, что к вам приближается на вечеринке очень хороший, но очень занудный человек, душнило. И вы понимаете, что вам никак от него не относится, потому что послать вы его не можете, он хороший, а ему вот с вами как-то интересно. Солский разорвал эту порочную цепь, так или иначе, и теперь в МЮ будет новый тренер. Только неизвестно, когда. Мы к этому вернемся. Российская же футбольная жизнь блещет парадоксами. Наверное, самые главные события происходили все-таки в ЦСКА, но они почти не связаны с футболом. Самое футбольное из событий, это, конечно, то, что 12 минут на поле провел бразильский защитник Фукс и тут же разработал красную карточку и пенальти в свои ворота. И все это происходило еще на фоне того, что в этом же матче 500-ю игру за ЦСКА проводил Игорь Акинфеев. Это очень впечатляющая цифра, но победитель к ЦСКА, соседству двух таких фактов, уходят времена славные, приходят времена смутные. Ну, какой еще клуб связан со символикой нашего государства теснее, чем ЦСКА? И звезды остаются, и красный цвет, правда, как напоминание о былых временах. В общем, на самом деле, модель жизни примерно одна и та же. Герои нового времени — это Фукс. Герои нового времени — это странные люди, не очень известные преимущественно с тренскими фамилиями, которые всплывают в инсайдах вокруг московского «Спартака». То ли Федун пообедал с будущим тренером в «Аноле», то ли Зарема пообедал с будущим тренером в «Аноле», то ли просто был семейный обед, на который пригласили в «Аноле». В общем, короче говоря, такая странная ситуация. И главное, я все время чувствую себя болваном, я вообще к себе клинически отношусь. Но дело в том, что тут просто какое-то фантастическое стечение новых имен, казалось бы, неплохо изученном мире профессионального итальянского футбола. Но вот как-то просто так тренера «Спартаку», конечно, не найти. Ну, вот никак не найти. Одно утешает, я повторю мысли из предыдущего выпуска, у Руи Витории прекрасные впечатления. Ему обязательно воздастся за тот срок, который он чувствует себя полным идиотом. Ну, как вот я сейчас примерно в московском «Спартаке», а я в принципе. Ведь европейских тренеров, которые провалились в России, как Манчини и Якин, ждет прекрасной карьеры в национальной сборной. Руи Витория осталось только ее возглавить. Там, судя по всему, после чемпионата мира будет новый тренер. Ну, кто знает, возможно, Руи Витория сделает как-нибудь Португалию чемпионом мира. В общем, на самом деле не происходит ничего катастрофического, но количество серых, каких-то непонятных, мутных персонажей все накапливается и накапливается. Это проецируется на футбольные матчи тоже. Во всяком случае, я очень давно не видел в чемпионате России такого аттракциона беспримесной дикости, которую устроил футболист Нижнего Новгорода Бумаль. Но получить до такой степени одинаковые желтые карточки за такое короткое время и, в общем, оставив свою команду в меньшинстве, в матче, где, в общем, играть-то одно удовольствие, это более чем странное решение. Я просто не знаю, что могло произойти в голове у Бумаля, если только он не хотел облегчить «Зениту» задачу победить Нижний Новгород. Но такая задача вряд ли могла быть донесена, тем более до его мятежной головы. В общем, все это я назвал бы аттракционом невиданной дикости в исполнении Бумаля. Если вам формировка кажется неуважительной, не политкорректной, может быть, то я хочу вам сказать, что две желтые карточки, превратившиеся в красную от судьи, это ничуть не более неполиткорректно, чем то, что позволил себе я. Странная история. Один из самых памятных выпусков футбольного клуба, того еще старого в телевизоре, это, безусловно, выпуск про великую диссертацию Дмитрия Булыкина. Там про наземные локомоции. Отпад. Остаются до конца не сформулированными концепции об основных кинематических механизмах взаимодействия спортсменов с опорой в наземных локомоциях с позицией реализационной эффективности спортивной техники. Это написал Дмитрий Булыкин. Вероятно, он даже может прочесть вслух. Или, возможно, даже написать заново по памяти. Но спустя время мне даже кажется, что это хорошо. Человек потянулся к знаниям, получил образование. Он молодец. Теперь-то мы знаем, что Дмитрий Булыкин показал пример футболистам всего мира. Из последующих поколений, ну вот кого не возьми, все учатся. Вот Мартин Эдегор, например. Он архитектор. Или Хуан Мата закончил мадридский политех. А Игорь Кенфеев у нас магистр в области спортивного менеджмента. Для всех, кто тянется к знаниям так же, как Дмитрий Булыкин, или даже сильнее, у меня есть подходящий вариант. Онлайн-школа Skill Factory предлагает всем желающим освоить одну из самых востребованных профессий в области IT – Data Scientist. Не важно, какое у вас сейчас образование, где вы сейчас работаете, сколько вам лет. Программа обучения подходит для всех. Data Science – это анализ и обработка данных, связанные с нейросетями. Нейросети уже проникли в нашу с вами жизнь. Они решают, какое видео или музыку вам порекомендовать, разблокируют ваш телефон с помощью Face ID и даже управляют сетью спутников. По программе Skill Factory вы получите все навыки, необходимые для работы Data Scientist. Занятия максимально ориентированы на практику, ее будет аж 80%. Преподают специалисты из больших компаний – Яндекс, Нвидея, Эура. Самое крутое, что можно учиться в любое удобное время и в удобном вам темпе. Вы сами регулируете всю нагрузку. Кроме того, в школе мотивируют. С ними у вас огромные шансы успешно завершить обучение, а не забросить через пару месяцев. Дело того стоит. Во-первых, о Skill Factory хорошие отзывы на независимых площадках, можете сами проверить. Во-вторых, и в главных, деньги Data Scientist хорошо платят. Средняя зарплата – 250-300 тысяч рублей. Ну и в-третьих, работу вам могут найти в процессе обучения. Переходите по ссылке в описании, записывайтесь в онлайн-школу Skill Factory и овладевайте востребованной профессией Data Scientist. Дарю вам бонус. По промокоду UTKIN максимальная скидка 50% на все виды обучения. Учитесь, развивайтесь и зарабатывайте. Вперед! Еще одним событием, связанным с внутренней жизнью футбольного клуба ЦСКА, стал интервью Ивицы Олеча, который довольно неожиданно дал в Хорватии одному из российских журналистов. Тело в том, что он пообещал сразу нескольким, потом по каким-то причинам выбрал одного. Но, короче говоря, все равно главное было в том, что говорил сам Олеч. Потому что, вы знаете, иногда мне кажется, что ребята из бывшей Югославии, которые приезжают работать в Россию, вне зависимости от возраста, заслуг и так далее, когда они дают интервью уже через некоторое время после окончания российской части своей карьеры, они просто, мне кажется, не понимают, что их прочтут в России. Вот также однажды я читал интервью меня Драга Божевича после его ухода из московского «Динамо». Ну, впрочем, Божевич много откуда уходил, много куда приходил. Сейчас он снова в России, поэтому, в общем, это ничего дурного не означает. Но вот, правда, некоторые феймеровки Олеча просто удивляют. Но вот, в частности, неужели он мог всерьез воспринять то, что Чорлук ему сказал, что его команда играла в хорошо поставленный атакующий футбол. Мне кажется, Чорлук просто по-товарищески его поддержал, а Ивец Олеч принял все это всерьез. Но это спортсменам часто бывает свойственно. Когда их критикуют, они понимают, что это несправедливо. Когда их хвалят, это всегда означает, что они действительно были правы. Все это говорит лишь о том, что Ивец Олеч на самом деле действительно еще не стал тренером и не изжил из себя игрока. Это было торопливое, неверное решение, как, впрочем, решение о его увольнении. Но, в целом, конечно, комизм значимых эпизодов последней недели, связанных с российским футболом, все больше и больше нарастает. Я надеюсь, что, в конце концов, мы найдем до точки настоящего абсурда. Вот сколько раз, сколько раз в мемах использовалась ситуация с Гомером Симпсоном, который входит в дверь, здоровается и тут же выходит. Ну, вот практически все то же самое. Не более чистого примера, чем увольнение и возвращение через три недели Черевченко в Хинке. Там, правда, просто он вышел и вошел. Там чуть-чуть другая была ситуация. Но, действительно, вот настолько точно копировать мультфильмы не удавалось, наверное, пока еще никому. Даже интересно, каким образом все это могло произойти. Думаю, что мы никогда этого не узнаем. Слишком малозначимое событие. Но, вообще, чем-то это напоминает сказки о безумных президентах бразильских футбольных клубов примерно в 60-е годы. Когда в перерыве можно было уволить одного, а не назначить другого. А после окончания матча уволить и его тоже. В общем, я чувствую, что у Черевченко интересная приключенческая жизнь. Пусть он не откладывается написанием книги все-таки. И ведь самое главное, что это предощущение абсурда пронизывает, поверьте, все уровни российского футбола. Вот, например, в ЛФЛ, любительской футбольной лиге Москвы, на днях практически завершилось свое существование команда, которая называлась ЦДК. ЦДК. И она была одной из сильнейших команд ЛФЛ. Ну, надоело человеку деньги тратить. Вот команда фактически распалась. И вы знаете, куда уходят массовым образом игроки из ЦДК. Из ЦДК они уходят в команду, которая называется Пищевик. Посмотрим, как проявят себя достижения и псевдодостижения российских клубов на наступающей неделе. Потому что это неделя Еврокубков. Спартак будет играть с Наполи в Москве в среду. Наполи в эти выходные проиграл первый матч в чемпионате Италии. Проиграл Интеру. Там была довольно кровавая заварушка. Посмотрим, как это спровоцируется на матч со Спартаком. Там Асимхин не будет играть, кстати говоря. Ведущий форвард и лучший бомбардир Лиги Европы у Наполя. Во вторник Зенит сыграет с Мальми в Швеции. И это решающий для Зенита матч. Мальми неплохо сыграл против Челси. Я, честно говоря, с интересом ожидаю этой игры. Ну, потому что просто есть за что сражаться Мальми, действительно. И не будем забывать, команда-то боевитая. По какому пути она прошла в Лигу чемпионов. Завтра мы предполагаем сделать стрим на канале Уткин Лайф. Гостем стрима будет Михаил Шац. Я надеюсь, что ко мне за это время вернется голос. Если вы где-то его найдете, пожалуйста, сообщите нам в комментах. Я заеду. Что касается Локомотива, то самый главный вопрос, сумеет ли он собрать дееспособный состав. С Ахматом, да и говорили, уже чуть ли не дублем. Очень много травмированных. Это никаким образом не умаляет победы Ахмата. Но тем не менее интересно, что получится Локомотива в матче против Лацио. Там другой соперник Локомотива. Бьет определенные рекорды. Марсель в очередной раз ушел с поля в матче чемпионата Франции. Потому что в голову Дмитрия Пайетту, который собирался подавать угловой, в самом начале игры прилетела бутылка воды. Это, безусловно, очень неприятно. Но, честно говоря, я не понимаю, что происходит на французских сетях. Там, по-моему, уже три матча сорвано в этом национальном чемпионате. Ведь он еще, в общем, даже и через середину не перевалил. Даже не зная, что более значимым событием является наконец-то забитый в чемпионате Франции гул Месси. Или вот это уже не в первый раз происходящая история. Честно говоря, я с трудом представляю себе, как с этим бороться. Может быть, это связано немножко с тем, что люди немножко отвыкли от того, как надо вести себя на трибуне за время локдауна. И здорово соскучились. Не будем называть, ведь именно во Франции чемпионат вообще закрыли в прошлом сезоне. А зрители на трибуны вернулись сравнительно недавно. Футбольный путь. И, надо сказать, сразу задал новые тренды. Все ждали от Хави новых идей. И вот они проявились буквально еще до первого удара по мячу. Все ведь знают, что в Испании молодые тренеры, ну, относительно молодые, некоторые уже с сединой, одеваются строго одинаково. Черный верх, черные брюки и обязательно белые кроссовки. Хави ввел новый дресс-код. Его штаны были серыми. И это, конечно же, сразу выделяет его в группе тренеров, которые и обнадеживают, потому что действительно новых идей на этой Ниве не было давно. В составе Барселоны с первых минут вышло несколько детей. В частности, фланговый форвард Акомач. И, честно говоря, до такой степени трудно было себе представить обилие вариантов с чтением его фамилии. Но, тем не менее, вот пока его рекомендуют называть Акомачем. Акомач, в общем, не особенно себя провел. Вместо него вышел еще один парень из команды Б по имени Эзалзули. Эзалзули. Вы понимаете, что это тоже какое-то новое значимое имя. И, кстати, проявил себя, пожалуй, поинтереснее. Но единственный мяч с пенальти, довольно сомнительного пенальти, забил Мемфис Де Пай. И после этого с Барселоной что-то произошло. На самом деле, на победу в этом матче она, конечно, не наиграла. Потому что в концовке испанин был просто сильнее. И это не просто что-то произошло с Барселоной. Случилась совершенно простая и очень объяснимая вещь. Тренер Эспаньола Висенте Морено переиграл Хави с заменами. Ему удалось перестроить игру своей команды, которая в первом тайме только оборонялась. А вот Хави, я уж не знаю, каким-то своим и демон то ли следовал, то ли еще что-то в этом роде. Нет, это было совершенно не безнадежно. Но пока я бы не стал говорить, что в Барселоне началась новая эра. Хотя тут тоже есть очень важные вещи с трендами. Вот в частности Гави, который отдал голевую, или не говорю, как это называется, передачу, после которой зарабатывается пенальти. Вот такую передачу он отдал. Сгал в этом эпизоде просто классно и мастерски. Но главное, друзья мои, почему у него это получается? Гави когда-нибудь весь станет кумиром. Его 30-й номер в Барселоне, значит, ничуть не меньше, чем 10-й номер Ансу Фати. Потому что под 30-м как раз месяц-то и начинал, когда был еще совсем ребенком. Так вот, Гави весь матч провел с воинствующими развязанными шнурками. Вот как у него это получилось, я совершенно не представляю себе. Причем в первом тайме он не очень выделялся. А во втором заграждал он столько ярко, что я даже подумал, что с ним слез. Может, он шнурки завязал? Нет, друзья мои, он так и уходил с поля, как вот Гагарин шел к Мавзолею, знаете, когда его встречали. Тоже с развязанными шнурками. Просто восхитительно. На параллельную с Гави дорожку выходит еще одно новое тренерское имя. Майкл Каррик будет исполнить обязанности главного тренера в Манчестерте Юнайтед после увольнения Ули Гуннера с Солскера. Ну, что мы сказали, друзья мои. Вот все-таки есть у нас прекрасный пример в лице московского Спартака. Когда в первые пять лет после победной чемпионской эпохи всем казалось, что ну просто пока не удается найти оптимального решения. Оно будет найдено. Потом мы стали сомневаться. А может быть, дело как раз в тех, кто принимает решение, они не способны на это. Короче говоря, вот то, что происходит в МЮ, по-моему, это синдром постоянно отложенных важных решений. Некоторые из них, наоборот, принимаются очень быстро. Ну, вот, например, вспомните, что сказал Солскер по поводу прихода Криштиану Роналду в команду буквально накануне начала сезона. Он сказал, мы получили супероружие, но параллельно мы лишились всех наработок. Ну, вот сами теперь решайте, что было более существенным. Разумеется, по этому поводу уже высказался Вадим Лукомский. Красивая мысль. Солскер строил болид, а ему купили пушку от танка. Ну, строго говоря, пушку от танка он во многом выбрал себе сам, потому что многие говорили, что когда Роналду пришел в МЮ, это стало возможным благодаря его дружбе с Солскером, а может быть быстрота этого принятого решения. Но, с другой стороны, я сомневаюсь в том, что у Солскера получилось бы строить болид. Все-таки у него было больше всех времени из последователей, из тех, кто приходил после эпохи сэра Алекса Фергюсона, у него было больше всех времени, чтобы что-то внятное, собственно говоря, сочинить. И самое забавное, что вот многие, и в частности мой любимый автор Лукомский, говорят об упущенном времени с кандидатурой Маурисио Почетину. И знаете, что мне здесь кажется забавным? Что пока Солскера фактически уволила решение взять на работу Криштиану Роналду, Почетина мается с Лео Месси и пытается его вписать в свою новую команду. Было бы вообще круто, если бы именно Почетина оказался тем тренером, который за один год поработал бы с Месси и Роналду, и, может быть, заработал бы из-за этого сразу два увольнения. Но этого, видимо, не произойдет. МЮ возглавил Майкл Карик, и вот теперь давайте сравнивать его с Хави. Майкл Карик – это ведь тоже отложенное решение. Вы уволили тренера, но вы не назначили тренера. Представьте себе теперь, что у Майкла Карика поначалу будет что-то получаться. И, скажем так, вот в этом привычном отрезке, который Майкл Карик ведет в команде, он не оставит ощущение, что у него вообще ничего не получилось. Ну, послушайте, это же МЮ, это же весь мир болельщиков. И, естественно, сразу начнется разговор, а давайте оставим Карику, надо доверять Карику, это же наш. Пусть не из того самого класса, в котором выросли одновременно Гарри Невилл, Пол Скоулс и Дэвид Бэкком. Там еще Ники Батнов, там это уже была более короткая история. В общем, чувствую, что и на этом тематическом направлении нас ожидают весьма и весьма урожайные недели. Сегодня в понедельник стало известно, что в Англию отказался переезжать Зинедин Зидан. Ну, он известный подкаблучник, как и многие, кстати говоря, большие игроки и тренеры. Это просто очень распространенное явление, потому что, что тренеры, что большой игрок, они принимают столько решений на поле в своей профессиональной карьере одновременно и столько несоответственности, что дома именно игрока хотелось бы, чтобы вся ответственность лежала на жене. Так вот, известно, что когда-то жена Зидана сыграла большущую роль в его переходе в Испанию из Италии. И вот сейчас семейный совет Зиданов решил, что в Англию ехать незачем. Я, в общем, прямо так вам и говорил, что Зидан, когда приходил в Реал, это он приходил к себе домой, а в Эмью он поедет в город, который для него чужой, он не знает языка. Ну и вообще здесь, в общем, зачем ронять наработанную репутацию, это правда же? Тем более, что климат там, особенно сравнивать с Пиренейским. В общем, в Англии довольно, конечно, гиблый. Посмотрите, что происходит за несколько лет работы в Англии с Юргеном Клопом. Он уже буквально начинает бросаться на людей. На прошлой неделе он поругался с журналистом, тоже на позапрошлой. А вот сейчас он едва не подрался с Микелем Артетой. И даже жалко, что не подрался, потому что, ну как-то уж очень здорово они друг на друга вызверлись. Но по желтой карточке и все успокоилось. Практически все на сегодня. Поздравляю всех болельщиков «Спартака». Люди, уходящие из «Спартака», добиваются серьезных успехов. Педро Роша выиграл, ставя своей новой бразильской командой, кубок «Судоамерикана». И даже сыграл в финале. Молодец, Педро Роша. До встречи. Ну ладно, оказывается, у Гомера Симпсона был папа. Это еще не делает его человеком. Это не означает, что... А у папы Гомера Симпсона был папа? Был. И тоже такой же желтый? Что-то у них не то с печенью. Ну ладно, за родителей. Я пьеду, конечно. Вся наша жизнь игра, и если ты не клуб, ты понимаешь, во что ты играешь. Здесь этот мир, как большой. Футбольный клуб. Футбольный клуб. Футбольный клуб. Футбольный футбол